МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот так мальчишек, которые, не важно, какое количество их в команде и как они разделили роль, они просто гоняют шайбу по двору. И здесь со мной как раз, вы, наверное, догадались, что вот эти вот как раз такие самые яркие атрибуты того времени – это клюшки. Не всем, естественно, они были доступны. Здесь вот разные модели мы с вами видим. Вот, например, не очень близко вот эта стеклопластик, акастик. И она считалась такой очень модной, такой продвинутой в техническом исполнении. Ну, на самом деле, была такая проблема. Здесь она как раз, она была прочная вроде бы, но ломалась в месте крепления вот этой лопатки и самой рукоятки. Здесь она переламывалась. Ну, наверное, каждый здесь узнает свою клюшку. Здесь очень много ленинградских. Но мы с чемоданчиком не зря зашли в этот зал. А давайте посмотрим, что же в нашем чемодане эмоций. В хоккей начинался шайба. Чаще всего играли с шайбой. Вот такая вот у нас здесь есть шайба. Да, шайбу можно было, конечно, легко купить в магазине. Но клюшка, клюшка стоила денег. И иногда вместо клюшек использовали, ну, какие-то, ну, были самодельные клюшки. И даже бывало, что из елки, использованные елки, ствол не выбрали. Срезали ветки, веревочкой так вот загибали, там, окончание ствола. Делали такое что-то типа похожее на лук. Держали в руках и гоняли. Скорее всего, это было, чаще всего, это был мячик, конечно, ну, редко, но играли мячом во дворах. А в основном, конечно, гоняли шайбу. Такие вот шапочки. В основном, конечно же, были какие-то самодельные, или то, что продавалось в магазинах. Но у счастливчиков вот такие появлялись шапки. Ну, потому что здесь НХЛ, такая магическая надпись, и, собственно говоря, это уже ближе, наверное, к 90-м годам уже появились такие возможности. А 70-е, 80-е мальчишки максимум имели вот такие шапки, а чаще всего во дворе гоняли вот таких вот, что и тепло, и защита на голове. Вот такая вот ушанка. Повязывали шарфик, и, собственно говоря, примерно вот так это выглядело. Вот такой был хоккеист. Никаких, конечно, не было пуховиков. Были какие-то, кто-то играл в пальто, кто-то играл в каких-то баллоневых курточек. Причем мама, в общем, выпускала на улицу, кто мы выходили. Здесь вот тоже один из вариантов экипировки. В верхней части хоккеиста некоторые одевали коньки. И тут уже коньки, это вообще знакомо всем, понятно. С такими правильными ставками пролетарского цвета, что придавало конькам какую-то яркость. У него, собственно, город Свердловск производил. Эти коньки стоили, они недешево, 14 рублей. Все-таки металл, и хороший металл. Ну, это не значит, что совсем не было экипировки, но она стоила денег. Вот такие вот шлемы можно было купить в магазине. Ну, редко кто во дворе на самом деле покупал такие шлемы. В основном их выдавали в секции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова